Всем доброго времени суток, вот прошло некоторое время после использования принтера Anycubic Mega i3 и я могу смело сделать некоторые выводы по нему. Если я мог посоветовать распакованный в одном из прошлых выпусков Annet E12 и максимально объяснил его косяки, то тут уже все кардинально иначе. А пока я не начал, напоминаю ссылки на прошлый выпуск и на сам принтер с расходниками оставлю в описании. Этот принтер я считаю одним из самых лучших для начинающих, так как с ним нет вообще никаких проблем, просто отличный вариант. В принципе на этом можно было закончить этот выпуск, но давайте покажу и расскажу что и как нужно делать, что хорошего есть и для чего использовать. Думаю многих интересует вопрос реально ли заработать на 3D принтере и в этом выпуске я буду затрагивать и этот момент. С момента покупки этого принтера единственное что я менял это сопла, благо купил я их сразу по 10 штук разных диаметров. Сложного в замене нет, но есть условия меняется сопла на горячий экструдер и тефлоновую трубку необходимо усадить вплотную к соплу. После первого засорения сопла я сначала не затянул само сопло к нагревательному блоку как следует, из-за чего были проблемы. Такие как неприлипание к столу, кривая печать, сопли, вскипание пластика, вылеты в ошибки, засорение и так далее. Но после хорошей затяжки сопла, без фанатизма конечно проблемы пропали и снова появилась проблема с соплями. И решение оказалось простым и ошибка была моя в том, что я не протолкнул тефлоновую трубку до конца и поэтому филамент вытекал над соплом. Трубка эта должна упереться в стволе хот-энда до нагревательного блока, там имеется термобарьер, который не даст ни ей, ни филаменту расплавиться. И это все проблемы, с которыми я сталкивался. Примечательно, что в комплекте нет ключа для откручивания сопла и поэтому я его докупил. Он чем-то похож на велосипедный ключ, если еще кто-нибудь такой помнит и он прекрасно справился со своей задачей. Думаю, нужно сказать, что при каждой печати необходимо настроить стол и я это делаю бумагой формата А4. Заказал и фильтр для очистки пластика, также тефлоновую трубку, говорил, что сопла, ну и сам филамент с сайта FDplast. Из минусов принтера, наверное, это шумные моторы, больше я претензий не имею, а вот плюсов уйма и о них по порядку. Наверно, к самому большому плюсу можно приписать жесткую конструкцию, практически полное отсутствие люфтов. Второй плюс – это закаленное стекло на столе, идеально ровное и ничего обклеивать не нужно. Печатаю прямо на нем с помощью бумажного клея. Третий плюс – это датчик окончания нити, можно печатать разными цветами и сенсорная панель с удобным интерфейсом. Как я уже говорил, дефекты печати возникают в частности из-за неправильных настроек самой печати и плохой регулировки стола. Сейчас я покажу несколько примеров неправильной настройки самой печати я пользуюсь курой версии 15 и 4. А также посмотрите, что происходит, когда сопла не затянуто и когда торопишься достать распечатанную модель. Так же есть еще момент, когда модель, скачанная с интернета, где-то в коде имеет ошибку и печать останавливается, это тоже надо учитывать. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Надо уже менять ремни на осях, так как есть дефекты на модели, с одной стороны, благо я заказывал сразу все необходимое. Легче с принтером сразу докупить по мелочи все, что нужно на одну тысячу рублей, ежели ждать в вечность, а вообще можно и не дождаться тоже. Бывают заказы такие, как брелки или картины, шестерни для мясорубок и таких вещей довольно много. На них можно и заработать, а также просто распечатать карандашницу необычную или салфетницу и также продавать, по крайней мере я так делаю. Поначалу была тишина и я печатал вещи для себя ради своего интереса, а потом пошли и заказы. И вот так я уже отбил часть покупки. В общем могу сказать, что не пожалел, что купил именно этот принтер, так как это очень интересно и оказалось, что и прибыльно. Ничего переделывать я не хочу, распечатал только корзину для мелочей и органайзер для инструментов. Есть проекты, которые буду реализовывать и возможно буду выкладывать новые выпуски по ним на втором своем канале. Могу смело рекомендовать этот принтер всем желающим, ссылка есть в описании на него и на необходимые запасные части. Там ниже в ссылках есть и группа ВК, где я выкладываю свежие новости по компьютерному железу и товары со скидками с Алиэкспресс. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.